В эфире программа «Парламентский вестник». Меня зовут Кира Мартынова. Здравствуйте. Зима все ближе подкрадывается к Ставрополью. На улице все холоднее, солнце все чаще прячется за плотными тучами, а туман по утрам застилает дворы и дороги. Хорошо, хоть в домах жители региона включили отопление. А вот удастся ли сохранить тепло на протяжении всего сезона? Не сработают ли в мороз коммуникации в минус? О работе всех ответственных министерств и ведомств говорили на заседании профильного думского комитета. А еще депутаты отправили теплые подарки бойцам. Об этом и не только. Далее. Тема встречи подняла градус дискуссии. Как прозвучало, благодаря своевременной подготовке коммунальных объектов минувший осенний-зимний период прошел без серьезных аварий. Все проблемы коммунальщики решали оперативно. В этом году готовить коммуникации к холодам также начали с лета. Видно, с годами уже отработаны планы и мероприятия по подготовке в осенний-зимний период. Наверное, уже с июня месяца мы до этого проведили большое совещание Министерства ЖКХ по началу подготовки и расширенную коллегию. В каждую неделю в летний период у нас были мероприятия по водоснабжению, теплоснабжению, энергоснабжению, газоснабжению по территории Ставропольского края. В результате этих мероприятий мы особо нацеливали все организации, которые поставляют нам электро, газо, водоснабжение, что у нас идет подготовка зиме. Завершена подготовка 911 котельных, почти 1500 км тепловых сетей, более 15000 км электрических, 19000 км водопроводных, около 3000 канализационных сетей, 119 центральных тепловых пунктов, 79 очистных сооружений водопровода и канализации, 543 насосные станции водопровода и канализации и более 5000 трансформаторных подстанций. Отремонтировано 249 котельных и 79 очистных сооружений водопровода и канализации, замены ветки и сети. Готовы к сезону и учреждения социальной инфраструктуры. До 1 ноября все ресурсоснабжающие организации должны получить паспорта готовности, а до 15 числа все муниципалитеты края. Мы сегодня воочию видели, что некоторые директоры говорят, мы готовы, тут включается в конце Ростехнадзор и говорит, там не готовы предприятия, там не готовы предприятия, там не готовы. Время еще есть. И я думаю, губернатор Ставропольского края Владимирович, эти вопросы и представитель думы держат на контроле. Потому что мы не хотим повторения, скажем, тех событий, которые были в Невнамыске зимой, когда наши граждане отдыхали и в течение определенного периода были без тепла. Это плохо. Ресурсы для решения вопросов есть, отметил Виктор Лозовой. Я думаю, вот те бюджетные средства, которые у нас запланированы, они будут полностью освоены. Те кредитные средства, которые мы, значит, и Министерство ЖКХ запланировано и для водоканала, и для теплосетей, для энергопоставляющей организации, они защищены уже, первые платежи прошли. Дополнительно затребовано там 356 миллионов для более, так сказать, полного покрытия тех проектов, которые есть. Ну, надеемся, что вот из слов и надеемся из тех, как бы сказать, обследований, исследований наших организаций в зиму войдем, скажем, ну, в нормальный период. Тепло в дома и соцобъекты придет вне зависимости от наличия паспортов. Никто не запрещает подключить. В этот момент руководитель предприятия, который подключает организации, все организации, в том числе дома, несет персональную, персональную ответственность за неполучение паспорта. Он подключить может. То есть мы не имеем права по закону Российской Федерации не поставить тепло, тепло, там, воду, газ. У нас граждан, мы обязаны. У нас договорные отношения у организации с гражданами. А за паспорт, готовность, он несет личную ответственность. Заинтересовало депутатов и то, как готовят линии электропередачи к работе в сложных погодных условиях. У нас, когда такая погода на Саврополе, мы знаем, когда обледенение, требуется подход, подъезд к линиям электропередач. Есть специальные электрические мероприятия, там, скажем, и плавка, и подходы. Речь идет об обрезке тех деревьев, которые за период летний выросли. Надо обрезать, обеспечить подход, подъезд к этим вещам, чтобы мы это не делали в сложных условиях, когда все это произойдет. Организация электроснабжения у нас в рамках своих производственных программ и планов мероприятий по подготовке к зимнему периоду, мероприятия по санитарным и защитным зонам в части кабельных и воздушных линий, проводят соответствующую обрезку деревьев. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации и необходимости дополнительных производственных задач, выполнения этих задач, то также созданы соответствующие бригады, которые в оперативном режиме будут принимать меры по обрезке таких деревьев, которые угрожают порывам, либо мешают производству работ. Еще один вопрос, который подняли депутаты – очистка тротуаров и дворовых территорий от снега и гололеда. Тротуары убираются очень плохо. Это касается всех других городов наших. И тот же Пятигорск, и Кисловодск. И много очень нареканий. Что надо сделать для того, чтобы все-таки нам как-то поменять подходы и убирались тротуары? Что надо сделать для того, чтобы нам законодательно закрепить вот эту ситуацию? Это не праздный вопрос. Депутаты предложили усилить работу с управляющими компаниями, а также обязать организации убирать прилегающую территорию. А органам местного самоуправления рекомендовали увеличить парк коммунальной техники. Также участники совещания обратили внимание на работу теплоснабжающих организаций в Невиномыске. Этому вопросу планируют посвятить отдельное совещание. Отдельно парламентарии хотят обсудить также взаимодействие диспетчерских служб, ресурсоснабжающих организаций с региональной системой 112. Вопрос держится на серьезном контроле. Я думаю, в случае, если произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, все сразу мы включаемся и будем решать. Резервные запасы материальных средств есть. В резервном фонде губернатора, я думаю, денежные тоже средства есть для решения, скажем, оборудованных задач. Бюджет Ставрополья ежегодно недополучает больше миллиарда рублей из-за неоформленных гаражей. Это прозвучало на заседании Думского комитета по экономическому развитию. Что тормозит гаражную амнистию и что еще нужно сделать для того, чтобы владельцы стали оформлять свою собственность? В сюжете далее. Так называемую гаражную амнистию запустили в 2005 году. Действовать она будет до 1 сентября 26-го. В рамках программы владельцы нелегальных машиномест за счет государства могут оформить как сам гараж, так и землю под ним. Тем не менее, легализовать свои гаражи жители края не спешат. Достаточно непростой вопрос. Он связан с психологией. Иногда человек, владелец имущества считает, что оно ему Богом дано и не надо ничего больше делать. Это не так. И мы, принимая наш краевой закон, опираясь на федеральное законодательство, хотели сделать так, чтобы человеку было удобно оформить свою собственность. Гаражи для некоторых категорий мужчин чаще всего это серьезная составляющая жизни. Есть и более приземленные причины. В частности, люди не хотят платить за кадастровые работы или у них отсутствуют правоустанавливающие документы. А даже если бумаги есть, просто не знают, куда с ними обращаться. По мнению участников совещания, кадастровые работы можно проводить за счет муниципалитетов или регионального бюджета. Рациональным стало бы и расширение списка документов, которые дают основания для оформления гаражей земельных участков в собственность. Ими могут стать справки органов местного самоуправления, подтверждающие строительство, а также документы от гаражного кооператива об оплате членских взносов. Юрий Белый отметил, что все поступившие предложения будут проработаны в комитете. При необходимости депутаты внесут корректировки в действующий краевой закон. Наш комитет подготовит соответствующие рекомендации. Мы их направим к губернатору края, потому что законодательно все решено. Теперь надо исполнять закон. Как улучшить некоторые направления в работе, мы как раз и в этих рекомендациях изложим. Губернатор сам проводил такое совещание с органами исполнительной власти. Я думаю, он еще раз вернется к этому, потому что важный вопрос. Вот Росреестр назвал цифру. Бюджет ежеводно теряет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Но это не просто так. Это же и дорожки, которые можно в Ставрополье сделать, и спортивные площадки, это и школы, это и больницы, и поликлиники. Это в общую копилку. И в результате это пойдет на пользу каждому жителю Ставропольского края. Депутаты Краевой Думы вместе с неравнодушными ставропольцами продолжают помогать нашим бойцам. Уже шестая партия гуманитарной помощи на прошлой неделе отправилась из Краевой столицы в Донбасс. Список товаров формировали, исходя из пожеланий самих солдат и офицеров. В этот раз собрали около 10 тонн гуманитарки. Это продукты длительного хранения, питьевая и минеральная вода, медикаменты, газовые горелки, предметы личной гигиены, термобелье и резиновые сапоги, посылки от родных. Также преподаватели из Обиднинской школы-интерната подготовили 500 экземпляров специальной газеты для военных. Мы в электронной системе объявили сбор гуманитарной помощи именно для наших военных, для наших ребят. Вот никому не звонили, никого не упрашивали. Огромное спасибо всем тем, кто просто отозвался мгновенно. И начали свозить сами, скажем, некоторых мы даже не знаем. Приезжали, отдавали, уезжали. Или водители. Это здорово. То есть, вот все как в 41-45 годах, фронт и тыл, будем так говорить, ну это Урал, едины. Вместе с бывшими офицерами, которые служили в этом полку, мы выезжаем и проезжаем все те, скажем, болевые точки, или, скажем, указанные точки. Общаемся, снимаем заявку на следующий, как сказать, рейс. Да, я сам непосредственно участник боевых действий и могу сказать, что все гуманитарные помощи, их очень много. Их отправляют достаточно очень много. Без поддержки наших жителей, наших граждан мы бы ничего не смогли сделать. Большое спасибо всем жителям, не только Старопольского края, а со всей России, потому что поддерживают все граждане Российской Федерации. И все относятся неравнодушно к этому. Хочется поблагодарить всех за это. Напомним, с начала проведения специальной военной операции краевые парламентарии активно включились в работу по сбору и отправке гуманитарной помощи для эвакуированных жителей. А к новому учебному году в библиотеке Антрацитовского района передали учебники на русском языке. Также депутаты вместе с работниками аппарата Думы перечислили однодневный заработок в региональный фонд помощи военнослужащим и оказывают поддержку военному госпиталю. Между тем, краевые депутаты планируют провести новый рейд по магазинам и снова проверить цены на военную экипировку. Об этом на еженедельной планерке регионального парламента заявил спикер Краевой Думы Николай Великдань. Дата рейда пока неизвестна. Об итогах обязательно расскажем в наших новых выпусках. Это была программа «Парламентский вестник». Меня зовут Кира Мартынова. До встречи на своем. Редактор субтитров А.Семкин